Возможно ли посещение храма для молитвы и исповедей причастия, принадлежащего раскольническим течениям? Ведь Бог один и внешне совершается все так же, как и в каноническом православном храме. Здесь заблуждение в этом вопросе довольно серьезное. И оно касается утверждения, что Бог один. Это сейчас одно из таких направлений, я бы сказал, в межрелигиозном диалоге и вообще в религиозном сознании современного человечества. Идея, которая усиленно внедряется, но которая глубоко неверна. Дело в том, что этой мыслью утверждается, что есть один Бог, которому все люди поклоняются, но каждый по-своему. На самом деле ситуация совсем не такова. Если мы обратимся, например, к временам первого христианства, то посмотрите, как христианство противопоставило себя языческим культам. Апостол Павел даже пишет так. Я не хочу, чтобы вы служили бесам. Это когда он говорит о языческих культах. Кажется, они служили кому? Богу, богам, а он называет их бесами. Подобное же высказание мы находим у пророков Израиля, если почитаем в Библии, где то же самое утверждается и утверждается и предупреждается. Народ от поклонения бесам под видом, кажется, поклонения Богу и богам. Что такое Бог один? Бог-то сам по себе, конечно, один. Но каждая религия поклоняется не Богу самому по себе, который есть дух, а тому образу Бога, который она имеет. Образ Бога. И вот образ-то этого Бога в каждой религии отличается от другой. Причём отличается не просто в каких-то деталях, а иногда отличается по существу принципиально. Пожалуйста, пример с тем, что апостол называет это поклонение бесам, а не Богу, это наиболее такое яркое свидетельство об этом. И вообще весь древний мир, он наполнен, как мы знаем, был поклонением идолам, хотя они назывались богами. Так вот. И это различие в образах носит какой характер? Почему оно столь опасно? Почему поклонение бесам опасно-то? Это же надо подумать. В чём дело? А причина в том, что то направление жизни, которое они указывают, представляет опасность для человека. Оно неверно. Оно не спасает человека, не очищает, не освящает его, не приближает к Богу, а напротив, ранит его, загрязняет и, в конце концов, губит. Так что, видите, всё ли равно, какому Богу поклоняться или нет? Оказывается, нет. В каждой религии поклоняется своему образу Бога. Даже Иисус Христос и тот назван, посмотрите, у апостола Павла, назван образом Бога невидимого. Даже он назван. Почему назван так? Поскольку Бог явился нам, вот, во Христе. Иисус Христос явился как? Вот ощутимо, реально, а не просто только мысленно. Так вот, то учение, которое исходит от этого культа, оно является ничем иным, как духовным состоянием всех тех, кто следует этому учению. Что такое поклонение? Тречь-то идёт не о кивании головой и не о становлении на колене. А что такое поклонение Богу? Поклонение – то есть исполнение того, что предписывается данным образом Богу, то есть божеством. Так что религии разные, разные, скажем, Боги. В каждой религии свой Бог, хотя Бог один. В каждой религии. В данном случае, когда речь о раскольничьей группировке, так кажется, одно и то же всё. По внешности одно и то же, один и тот же культ, даже священнослужение, богослужение и так далее. Почему здесь нельзя? Потому что здесь нарушается один из самых, пожалуй, великих принципов христианства. Вот невольно надо сказать, какие самые главные, я вам сказал, ну, законы христиан, самые главные, все они концентрируются где? В учении о Боге. Бог есть кто? Любовь. Бог есть. Величайшее смирение, что было показано нам на кресте. Поэтому в церкви одним из важнейших положений в устроении в устроении церковном и межцерковном является единство, совместное единство, непротивление друг другу, установление мира, насколько это возможно, неразрушение этого мира. И поэтому каждый раскол, как таковой, он рассматривается что? Как противление тому, что есть церковь. А что такое противление? Это гордыня, это нарушение смирения, то есть основных, основных положений христианства. А там, где происходит их нарушение, Бог там, где любовь, где нет любви, там нет Бога. Бог там, где смирение, где нет этого, там нет Бога. Поэтому и ходить в раскольничий храм, это всё равно, что пойти, знаете ли, к противникам Бога. Вот в чём дело. Поэтому этого делать ни в коем случае не стоит.